Как вы думаете, если маршрутка не ходит, все идут по дороге, поворачиваются, догонят, не догонят маршрутка. То есть никто ее просто не ждет. И маршрутка, по сути дела, ездит пустая. Татьяна озвучивает проблему жителей новых микрорайонов. Дома есть, общественного транспорта нет. Так по 68 маршруту через Ершовскую гору один частный предприниматель запустил лишь несколько машин. Сделать так, чтобы и жителям было удобно, и прибыльно для перевозчика не получается. На сегодняшний день работает 4 машины на маршруте. Интервал 15 минут. Определенное время с 11 до 4 работаем двумя. В связи с тем, что нет людей, пассажиров. Ну, как бы из-за этого. По словам депутата городской думы Михаила Корнева, эта проблема обсуждается уже года 4, не меньше. Один из вариантов – не ждать помощи отчастников, запустив муниципальный транспорт. Однако это не так-то просто. Эксплуатирующие организации автомобильные говорят о том, что рассматривать этот вопрос можно только после того, как будут созданы соответствующие условия для маршрута. А это значит, что необходима широкая дорога, уличное освещение, а также место для остановочных карманов. В мировой практике строительные компании, которые возводят целые жилые комплексы, обязаны подводить к ним такие дороги, по которым сможет ходить в том числе и общественный транспорт. В нашем регионе у застройщиков таких обязательств нет. В итоге жильцы новостроек, у которых нет личного транспорта, вынуждены либо четверть часа идти до ближайшей остановки в Юбилейном, либо минут по 40 ждать маршрутного такси, что в Сибирские морозы не самое приятное времяпрепровождение. Эта проблема отнюдь не локальная. Похожие ситуации в микрорайоне Радужном, а также на улице Пескунова в районе Трамвайного кольца. Местные власти обсуждали эту проблему на административной комиссии еще в декабре прошлого года и решили, необходимо сформировать новую транспортную схему. Она будет разработана на основе большого исследования, которое планируется провести уже в ближайшие месяцы. С точки зрения организации, оптимизации транспорта, это вопрос этого года. В первом полугодии мы разберемся, напишем программу совместно с политехническим институтом, с другими, а во второй половине это реализуем. В соответствии с новой схемой свои маршруты изменят 20% общественного транспорта Иркутска. Одновременно должна проводиться работа по обустройству новых или ремонту существующих дорог. Пока же жителям новостроек стоит рассчитывать на себя. Продолжение следует...